Глубоко уважаемые коллеги 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 поскольку и забота, и уход, и лечение – это все те термины, которые определяют это греческое слово. Я сказала о Петре I не случайно, поскольку наша терапевтическая школа, которая представлена таким созвездием врачей, как Зыбелин, Щепин, Мудров, Захарин, Боткин, имела большую возможность учиться в Лейденовском университете ДОТОГО. И вот как раз здесь Герман Бургави, который впервые ввел клиническую медицину, говоря о том, что необходимо наблюдать за пациентом, впервые ввел историю болезни, привело к тому, что действительно российская медицина в то время была одной из лучшей. И российские врачи в то время, это наши вчера, боролись за использование русского языка, за обучение при школах, и это дало свои результаты, за право преподавать и за получение степени доктора медицины в России. Постепенно, таким образом, и мы зная все достоинства советской медицины, перешли в сегодня терапевтической службы. И несколько слов об этом. Если провести определенные аналогии письма 1761 года Ломоносова к Шувалову и те задачи, которые сейчас стоят, мы с вами можем их, ну как бы, осовременить, что ли, и увидеть, что многие задачи схожи. Например, что касается снижения младенческой смертности, то сейчас Россия добилась очень существенных результатов. У нас одна из самых низких младенческих смертностей, и тому способствовало очень много мероприятий, которые были сделаны Министерством здравоохранения при поддержке государства. Формирование здорового образа жизни у граждан. Хочу сказать, уважаемые коллеги, что со следующего года стартует приоритетный проект по формированию здорового образа жизни, и мы с вами будем его реализовывать. По поводу увеличения числа врачей мы тоже говорим о том, что нам сейчас надо больше участковых врачей и увеличить доступность медицинской помощи, и оптимизировать лекарственную терапию. Итак, наше сегодня и немножко вчера говорит о том, что если проанализировать динамику общего коэффициента смертности населения в России, то мы можем видеть вот такой красная черта. Это Российская Федерация, это коэффициент смертности, и в принципе мы видим тот гипотетический тренд, который показан пунктирной линией, который мог бы быть начиная с 90-х годов. Но жизнь внесла свои коррективы, были социальные потрясения, и мы видим, что динамика общего коэффициента смертности в конце 90-х рванулась вверх. Но в то же время, обратите внимание, уважаемые коллеги, что начиная с 2006 года эта линия идет вниз. Если мы посмотрим на то же самое, но немножко под другим углом, под углом столбцов, мы с вами увидим, что действительно снижается общая смертность, но темпы ее снижения немножко замедлились. Вот если мы посмотрим на столбики, которые характеризуют непосредственно изменение общей смертности, то мы можем уже добавить 2016 год, и это будет 12,9. И вчера мы тоже посчитали, за 9 месяцев 2017 года это будет общая смертность 12,6. То есть снижение общей смертности у нас продолжается. Но безусловно, нам нельзя останавливаться на успехов, а надо понять, почему наметился некий меньший уклон в детальном снижении этого показателя. Возможно, факторы риска играют роль, потому что действительно сейчас врачу, иногда участковому врачу, иногда некогда обратить внимание на факторы риска, это очень важно. Если мы посмотрим совершенно известные данные по поводу того, сколько и какой вклад факторов риска в снижение смертности не только в России, во многих странах, мы увидим, что это как минимум половина, а иногда и больше. Поэтому в нашей с вами работе каждый день на это необходимо уделять внимание. Я говорю о том, что профилактическая служба и терапевтическая служба здесь совершенно неотделимы. И безусловно, мы, терапевты, должны знать основные законодательные документы по диспансеризации, по профилактическим осмотрам, по определению групп здоровья. Но если посмотреть в разрезе Российской Федерации на факторы риска, то мы увидим, что нам есть над чем работать. Определенные данные дало исследование, которое мы часто цитируем, это исследование ССРФ, это эпидемиологическое исследование. И оно нам показало профиль факторов риска в российской популяции. Что мы видим, уважаемые коллеги? Мы видим, что курение, недостаточная физическая активность, избыточное потребление соли, недостаточное потребление овощей и фруктов и привычные уже нам факторы риска давления, повышенный холестерин и ожирение, распространены в российской популяции. И поверьте мне на слово, здесь я не привожу эти данные, очень сильно колеблется от региона к региону, поэтому определенные профилактические мероприятия, они, наверное, должны быть спланированы с учетом индивидуальных особенностей региона. Я хотела бы остановиться на тех тревожных тенденциях, которые сейчас характеризуют нашу динамику факторов риска. Итак, резкий рост распространенности ожирения у мужчин. Начиная с 1993 года до 2013 года мы видим, что тучных мужчин стало больше в три раза. Женщин тоже стало немножко больше, но не в разы. Что или к чему это привело? Будьте добры, следующий слайд. Ожирение мужчин потянуло за собой гипертонию, и это как раз повышенный уровень артериального давления в большей степени стал выражен у мужчин. Мы видим, уважаемые коллеги, что у мужчин распространенность артериальной гипертензии на фоне ожирения увеличилась с 33 до 42 практически процентов. У женщин этот показатель снизился. Врачи прекрасно знают, как трудно лечить мужчину, потому что мужчина практически не привержен к нашим рекомендациям. Он обычно не знает, что он принимает, и на наш вопрос, а что вы принимаете, или звонит жене, или тянется за эпикризом, или звонит помощнику или помощнице. Поэтому они мало того, что более с высоким уровнем артериального давления ходят, они и хуже лечатся, и, конечно, у них меньше приверженность. Откуда ноги растут? Ноги растут из детства, и наши коллеги, которые занимаются юношами, девочками, мальчиками, говорят о том, что антропометрические показатели и мальчиков, и девочек сейчас стали больше, и в большей степени это выражено у мальчиков. Ожирение у мужчин повлекло за собой не только увеличение распространенности артериальной гипертензии, уровня холестерина, но и распространенности сахарного диабета. Поэтому тот постулат, который выдвинула Эльмир Камильна в своем докладе, что надо сейчас обратить внимание на мужчин и беречь мужчин, и в наших профилактических мероприятиях действительно обращать внимание на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в основном у мужчин, он является не просто постулатом, это правда. Это самое исследование СРФ показало, что с физической активностью тоже не все так просто. И, наверное, я сейчас показываю парадоксальный факт, что молодые люди двигаются меньше, чем люди после 40 лет. Мы видим, что высокая распространенность низкой физической активности среди молодых людей, она тоже не может нас не волновать. Ну и по поводу курения, надо сказать, что мы достигли очень больших успехов. У нас распространенность курения снизилась в связи с принятием закона 15, но оно в основном снизилось за счет снижения курения мужчин. Вот здесь мужчины проявили себя с лучшей стороны, а молодые женщины стали курить несколько чаще, поэтому это тоже определенная фокус-группа, которой нам надо будет работать. Я много говорила про ожирение, и надо сказать, что это проблема не только у нас, это проблема общая. Вот очень известный профессор Роберт Ластинг, он все время сравнивает определенные моменты и питания, и ожирения. И коротко сказав о том, о тех выводах, которым он приводит, мы можем сказать, что в принципе, конечно, современный и мужчина, и женщина потребляют больше калорий. А если опять вернуться назад, то мне показалась очень любопытной статья. Как менялся рацион европейцев за 500 лет? Вот диетологи из Корнеллского университета проанализировали 750 живописных полотен, которые были созданы за 500 лет, и они изображали натюрмонты или сцены еды. И исследователи пришли к выводу о том, что в принципе наши предшественники дальние не питались здоровой пищей. Очень много было хлеба, очень много было мяса, было мало фруктов и овощей. И вот эта вот картина Флориса Ванс Хоттена «Завтрак» говорит о том, что, судя по тому, что здесь один нож, по-видимому, это завтрак одного человека, и с точки зрения здорового питания он тоже нездоровый. Мы разработали вместе с Министерством здравоохранения стратегию формирования здорового образа жизни. Этот документ очень нужен, и он прошел практически все этапы согласования. Цель этой стратегии – это как раз формирование здорового образа жизни, и обратите внимание, уважаемые коллеги, профилактика, контроль и снижение бремени неинфекционных заболеваний посредством создания единой профилактической среды обитания, жизни, деятельности человека на основе межведомственного взаимодействия всех ветвей власти. То есть я не буду зачитывать все это определение. В этом определении очень много составляющих. Я это хочу адресовать к нам, ко всем, для того, чтобы мы понимали, что не только Министерство здравоохранения, но и другие министерства должны содружественно влиять и работать в плане проведения принципов этой стратегии в жизни. На чем она основана? Она основана на трех направлениях вообще профилактической работы. Итак, это популяционная стратегия, это как раз формирование здорового образа жизни. Это то место, где нам обязательно должны помочь средства массовой информации. Посмотрите, целевая аудитория – 100%. Все мы, все наши больные и даже не больные. Вклад в снижение смертности – 50%. Но этого вклада надо ждать не менее пяти лет. Вторая стратегия – это стратегия высокого и очень высокого риска. Это уже непосредственно наша работа, потому что мы и наши терапевты участковые должны совершенно блестяще, без всяких проволочек, определять и выявлять лиц с высоким риском, коррегировать у них факторы риска. Для этого создана вся законодательная база в плане диспансеризации и диспансерного наблюдения. И, наконец, вторичная профилактика. Об этом мы сегодня будем очень много говорить. Это все рекомендации, это умение пациента, умение врача общаться с пациентом и оказывать ему любую помощь вплоть до высокотехнологичной. И, уважаемые коллеги, я не буду на всем останавливаться, хочу обратить внимание на основных пунктов. Итак, по поводу первой стратегии. Нам нужно снизить популяционный риск путем повышения мотивации к здоровому образу жизни у людей. И здесь очень много моментов, которые нам надо учитывать. Нам надо не только снизить популяционный риск с учетом увеличения мотивации, но и создать условия для ведения здорового образа жизни. А что мы видим сейчас? Опять возвращаюсь к ожирению. Вот включаешь телевизор, и вечером постоянно папа может. Папа может, это колбаса, это пельмени, это гамбургеры. И обратите внимание, направлено опять же на мужчин, которые опять, мы показали, стали более тучными. И вот это вот брутальные куски колбасы, которые видит наш мужчина, возвратившись с работы, пипси-кола, как я уже сказала, пельмени и другие, конечно, вкусные вещи, но очень нездоровые, диктует необходимость поднять вопрос о том, что такая реклама должна быть только в ночное время с ограничением суммарной продолжительности. Это все есть в нашей стратегии. Что необходимо поднять акцизы на нездоровые продукты питания. Необходимы современные технические регламенты на продукты и достаточное производство доступных здоровых продуктов. Следующий пункт стратегии – это снижение популяционного риска, как я уже сказала, путем создания условий. Это и градостроительная политика, и повышение безопасности среды обитания. Как я уже сказала, ни один Минздрав должен в этом участвовать. Вы видите эту сложную схему, и мы здесь видим и комиссии правительственные, и системы здравоохранения, и частную медицину, и различные министерства. Второе направление – это снижение доли граждан с высоким индивидуальным риском неинфекционных заболеваний и предупреждение развития осложнения у граждан, которые имеют уже неинфекционные заболевания в рамках диспансерного наблюдения. Это наш основной документ у терапевтов. Это порядок диспансерного наблюдения больных врачами участковой службы. Зачем оно нужно? Потому что если вместе совместить все задачи диспансеризации, диспансерного наблюдения, то мы должны будем получить вот этот результат. А в результате есть основные подпункты. Предотвращение прогрессирования заболеваний и обострений, снижение инвалидизации, снижение преждевременной предотвратимой смертности и увеличение продолжительности жизни или жизни без болезни. В жизни, мы с вами тоже это знаем, возникает то, что есть недостаточность охвата диспансерным наблюдением. Может быть, здесь сформулированы не все пункты. Может быть, вы добавите их. Но все-таки нам мешает недоуклимптованность штата медицинских организаций, отсутствие у врачей мотивации проводить диспансерное наблюдение, отсутствие зачастую понимания смысла диспансерного наблюдения и мотивации у пациентов. С одной стороны врачи, с другой стороны пациенты. И, мне кажется, очень важный пункт – отсутствие заинтересованности работодателя в направлении работников, подлежащих диспансерному наблюдению на диспансерные осмотры. Ну и, наконец, специализированная медицинская помощь. Позвольте мне на этом не останавливаться. Мы таким образом очень быстро пробежали всю нашу стратегию. Так вот, если наши коллеги из Центра профилактической медицины, это люди, которые занимаются статистикой, люди, которые занимаются моделированием, посчитали, что если участковый врач в своей работе нацелен на достижение целевых показателей всего по трем направлениям – не курить, иметь давление ниже, чем 140 и 90 мм штутного столба и иметь холестерин менее 5, это, в общем-то, не такие уж нереальные вещи, то окажется, что к 2025 году мы сможем снизить сердечно-сосудистую смертность у мужчин на 17,4%, у женщин на 13,2%, и все это вместе обойдется нам в снижение сердечно-сосудистой смертности на 15%, что соответствует 10-процентному снижению общей смертности. Ну и это наше «Сегодня-завтра» предлагаемые шаги к улучшению работы. Первое. Повысить мотивацию терапевта к достижению целевых значений. И я попытаюсь расшифровать, из чего это можно сделать, из чего это можно собрать. Второе. Повысить приверженность и мотивацию населения к лечению. Здесь без СМИ и без такого очень широкой пропаганды здорового образа жизни не обойтись. Третье. Увеличить штат среднего медицинского персонала. Четвертое. Особое внимание уделить образованию молодых специалистов. Ну и пятое. Это развитие телемедицины. Давайте в следующем слайде посмотрим, каким образом можно это сделать. Итак, цель первая. Повысить мотивацию и удовлетворенность врача-терапевта. Конечно, достижение целевых показателей надо поставить в прямую зависимость с заключением эффективного контракта. Добился на своем участке терапевт целевых показателей, он должен больше получить за проделанную работу и за те успехи, которые он добился. Это формирование и разработка простых, простых, я вот хочу повторить это слово, но понятных алгоритмов работы терапевта. Это создание единой информационной системы, которая безусловно сможет освободить врача от этой бумажной волокиты, которую мы сейчас все, ну, мы ее все знаем. Ну, и вот в таких маленьких, в маленьких, что ли, пунктах показано, что документ по диспансерному наблюдению – это очень важный документ, которым мы должны пользоваться. Повышение мотивации населения, приверженности населения. Коллеги, позвольте на этом не останавливаться. Вот этот приоритетный проект здорового образа жизни расставляет все точки над «и», и я надеюсь, что мы его реализуем. Увеличение штата среднего медицинского персонала. Мы недооцениваем медсестер. Медсестры могут очень много, особенно в плане наблюдения. Ведь все больные, которые приходят к нам, это больные, которых мы не вылечиваем. Это хронические неинфекционные заболевания, за которыми надо наблюдать. Вот эту наблюдательную функцию, например, уровень артериального давления, уровень МНО, иногда могут проводить медсестры и докладывать врачу, он уже должен принимать определенные решения. Вот мне кажется, оптимизация структуры медицинских кадров на одного участкового врача, три медсестры. Сейчас у нас отношение один к двум. Образование молодых специалистов. Непрерывное медицинское образование. Дистанционное образование. Россия огромная страна. И, конечно, без этих технологий нам не обойтись. Это и реализация тьютерского сопровождения, теленаставничества, которое очень распространено, проведение олимпиад, создание центров медицинской молодежи. И вот это вот содружество молодой врач-наставник, оно, конечно, тоже должно быть. Ну и, уважаемые коллеги, я выбилась из времени, поэтому про завтра я скажу своими словами без слайдов. Итак, наше завтра – это, безусловно, внедрение телемедицинских технологий. И у нас есть опыт, потому что любой прибор, который показывает какое-то значение, мы его можем использовать для того, чтобы следить за пациентом. Будь то прибор для измерения давления, будь то МНО, будь то прибор, который будет следить за параметрами вдоха и выдоха. Таким образом мы сможем действительно и, с одной стороны, освободить врачей, с другой стороны, охватить как можно больше пациентов. И наша терапевтическая служба, хочу сказать, здесь присутствует очень много окружных терапевтов, я их вижу. У нас команда серьезная, мы собираемся каждый месяц, делаем определенные доклады и справки, и затем их анализируем. Наша профильная комиссия соберется уже для тех, кто здесь есть. 6 декабря на съезде на российской неделе здравоохранения, 15 февраля в рамках интернет-конгресса и 10 апреля в рамках конгресса «Человек и лекарства», который мы будем переформатировать в конгресс по первичной медико-санитарной помощи. Большое спасибо.